И сопряжена была с разными ударами ног, махами ног и рук. И всё время казалось, что они обязательно заденут друг друга. Но этого не произошло. И, конечно, оценки тому показатель. Оценки были очень высокие, золотая медаль. Все десятки, кроме оценки японского судьи. Ну, это естественно. А как же? Это политика. Вот сейчас очень симпатичный дуэт. Из Голландии. Из Голландии. Две сестры, близнецы. Очень симпатичные близнецы. Вандера Велден. Причём с ними работает сейчас молодой американский тренер, которая в совершенно недалёком прошлом выступала за сборную Америки. Она за один год хорошо их смогла подтянуть. Охудеть, как мы говорим. И сегодня утром мне очень понравилась программа. Но, опять же, некоторый субъективизм судей... Ну, моя оценка, потому что мы всегда, когда смотрим, обычно мы обязательно ставим свою оценку. Моя оценка была где-то на 2, на 3 десятых выше то, что поставили судьи. Но это моё мнение. Вот судьи расположили этот дуэт на восьмом месте по результатам предварительной программы. И, конечно, возникает много вопросов, потому что сегодня мы ещё увидим выступление французского дуэта. Вот здесь пислобудный субъективизм проявился в наибольшей степени, поскольку что-то происходит с французской командой. Да, Вирджиния, конечно, гениальная солистка, но в дуэте... Ну, в дуэте должно быть две одинаковые. Если Вирджиния гениальна, у неё должна быть гениальная подруга по дуэту. Этого не происходит. И такое впечатление у всех складывается, что оценку на данный момент получает Вирджиния. Но я говорю так с тех, которые недоумённо ко мне многие специалисты подходили, спрашивали, ну как, вот почему я говорю, ну, дорогие мои, здесь оценка Дидея, как она выступила. А если вы судили другую, то получили, когда бы меньше, когда бы получили. Поэтому, ну, явно, конечно. Может быть, в финале девушки с французского дуэта как-то соберутся, выступят более отважно, потому как сегодня столько было синхронов, столько было грязи и ошибок, так что, конечно, общий балл 96 церов явно был завышенный и вызывал много вопросов. Видимо, судьи находятся под впечатлением. Но дуэт был симпатичный, такая новая направленность, несколько очень плавучая. Но сейчас это исполняет голландский дуэт, свою программу. Перед этим совершенствами они выполнили очень технично своё обращение. Вот, как видите, я, например, осинхронов заметила совсем очень мелких, всего два. Но, может быть, судьи среагировали так на некоторую такую тяжесть музыки. Вот сейчас хорошая звучит, но не все же серьёзную музыку понимают особо. Поэтому он блестящее вращение, красивое, плавное. Немножко далековато работает, но поскольку, вот вы заметите сегодня, что очень мало будет дуэтов, которые будут работать на близком расстоянии, может, так случится, что даже ни одного. Вот утром я могла ответить, близкое расстояние, это вот, значит, швейцарский дуэт, который прошёл. И то они порой как бы расплывались. И наш дуэт. Сейчас девчонки стараются сблизиться, потому что на руках всегда легче сближаться. Очень трудно работать близко, когда идут связки ног на воде. Причём, смотрите, как они хорошо справляются со своими связками. Ну вот я не согласна была. Сейчас посмотрим, что они им поставят. Я считаю, что... Ну, я не имею права говорить, что я считаю. Такую оценку, потому что я не судья. Но мне очень понравился этот дуэт. А потом я наблюдаю за ними третий год, и я вижу, что они прогрессируют. Не на радость у нас. Не на радость. Потому что у нас на Кубке мира будет ещё выступать второй дуэт. Они будут тоже дебютировать на Кубке мира первый раз. Девочки ещё не приступали к работе, потому что велась серьёзная работа в группе. Давайте скажем, кто это? Аня Шорина. Это Аня Шорина и Хосянова Эльвира. Вот они после чемпионата Европы приступят к своей работе. Очень мало времени осталось. Успеют ли девочки к середине сентября подготовиться? Прошлого года несколько обновлённые программы. Я надеюсь, что успеют. В прошлом году они были в таких же рамках, зажатые во времени. Они работали вместе над дуэтом только месяц. Ещё и составлялась программа. Тем не менее, они были вторые после наших спортсменок. То есть мы дуэт испанский отодвинули на третье место. Вот посмотрим, что получится в этом году, потому что всё-таки Кубок мира более серьёзный. Ну вот видите, почему-то судьи боятся. Вот эта дежурная оценка 9-0, это значит, боятся, ну где-то как понравился дуэт, но боятся перешагнуть эту девятку, поставить больше. Это вот, я называю дежурная оценка 9-0.